Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и ставить лайки видео. Новости каждый день. Должен понести предусмотренное Уголовным кодексом РФ наказание за совершение ДТП, виновником которого он оказался. Степень его вины определит суд. И сегодня важно сделать все, чтобы расследование было объективным и не подверженным влиянию извне. Соответствующие обращения направлены мною, генеральному прокурору и министру внутренних дел Российской Федерации. Приводят слова Пискарева пресс-служба комитета. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по безопасности взять под контроль рассмотрение дела об аварии с участием Ефремова. В которой погиб человек. А также исключить давление наследствия. Об этом Володин заявил на заседании Госдумы, трансляция которого велась на сайте парламента. Что касается давления наследствия, это недопустимо. Давайте попросим комитет по безопасности и противодействию коррупции взять этот вопрос на контроль. Закон один для всех. Пьяная езда недопустима. Если это влечет гибель человека, наказание до 12 лет тюрьмы. Сказал Володин, комментируя выступление депутата от Единой России Александра Васильева. «Вчера вечером произошло ДТП с актером и погиб человек. Актер, конечно, доигрался. Его амплуа пьяного батюшки сыграла свою злую шутку. И он перепутал жизнь с ролью в театре и в кино», – отметил депутат. Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискалёв ранее потребовал самого строгого наказания для Ефремова, если его вина будет признана судом. «Конечную вину, безусловно, должен признать суд. Сейчас идёт следствие. Но если оно подтвердит, что Михаил Ефремов был пьян и по его вине погиб человек, то наказание за такое ДТП должно быть самым строгим. Закон един для всех», – заявил депутат. По данным телеграм-канала МАШ, погибшим оказался 58-летний Сергей Захаров. Он ездил в Москву из Рязани работать водителем-курьером. У мужчины остались жена, дочь и сын. Жена Захарова заявила, что будет добиваться наказания для Ефремова.